добрый день вы на канале 18 суток и сегодня хочу рассказать как я выращиваю томаты для начала я вам расскажу как я подготавливаю семена вот семена у меня в таких вот судочках довольно дешевые судочки вот здесь вложена салфетка две салфетки вместе и вот они разделены так на 4 части это 4 сорта для начала я замачиваю семена на час в таком вот препарате который называется хлоргексидин это препарат предназначается для обработки хирургических инструментов также хирурги перед операцией протирают ним руки протирается вместо разреза при операции также он применяется для лечения гинекологических заболеваний этот препарат ребята просто бесподобный он не только уничтожает грибковые заболевания также лечит инфекционные и вот семена томатов я замачиваю на один час в таком вот растворе раствор можно купить в любой аптеке он там стоит копейки раствор этот на водной основе не только не спиртовой именно водной основе разбавлять ничего не надо просто залили какой-то кулечек или куда вы там положили семена на час если вы будете замачивать перец или семена те которые имеют довольно плотную скорлупу а замачивать это часа на три на четыре вот дальше что делать дальше вот я уложил семена сорта выложим потом применяю вот такой вот ребята препарат вот он он называется правикур энерджи даже само слово энерджи это ребята препарат просто бесподобный он не только уничтожает грибковые заболевания также борется с корневой гнилью и самая такой бич всех огородников это черная ножка когда вы обрабатываете ним почву стопроцентная гарантия что никакой черной ножки у вас не будет вот ребята вот я сегодня 15 числом я посеял выложите семена развел прикур энерджи 3 кубика внутри миллилитра на 2 литра воды и хорошо обработал салфетки также точно и обработали сами семена сверху это все после того как мы замочили на 1 час хлорик сиденья все а теперь накрываем вот такими вот поддонами это поддоны под кассеты вот устанавливаем их и оставляем на проклевывание как только семена начали проклевываться мы начнем высаживать почву сегодня 17 марта утро так ребята смотрите вот это вот 15 числа 15 марта вечером я вот разложил семена обработал их правикур энерджи и теперь смотрите ребята прошло всего двое суток смотрите все семена абсолютно проклюнулись ленте честно ременька такого не было это прикур энерджи посоветовал мой знакомый он занимается тепличным бизнесом этот возьмешь не пожалеешь препаратов просто бесподобный он стимулирует рост рассады также стимулирует рост корневой системы ну оказывается он еще действует и хорошо на семена у меня в основном семена проклюлись на 4 там 5 день это ребята смотрите двое суток это я 15 вечером положил и 17 сегодня утром вас ореха не проклюнулись гляньте бесподобно ребята я не рекламирую этот препарат ребята кто пользовался этим препаратом напишите свое мнение как он понравился вам или нет я говорю свое мнение по этому препарату препарат для меня просто бесподобный мне понравилось так что будете постоянно ним пользоваться смотрите вот видите есть результат ребята результат налицо теперь будем высаживать их ячейки в кассеты вот я подготовил почвосмесь забил кассеты почвосмесь у меня идет 50 процентов чернозема 50 процентов торфа я использую такие вот кассеты на 36 ячеек так почва смесь у меня уже готова теперь мне нужно будет перед высадкой проросших семян томатов надо будет обеззаразить почву обеззараживать я буду вот таким вот препаратом привык урэнерги производства байер германия говорят сейчас что германия уже не выпускает его его выпускает ребята польша так что препарат просто бесподобный если вы высаживаете почву семена высеваете вот такие вот сутки ребята посмотрите здесь сто процентов может быть черная ножка и вся ваша рассада может быть в течение там трех-четырех дней лечь а вот в кассетах если даже в одной ячейке есть черная ножка либо корневая гниль она не будет распространяться по всем вы поняли как пример вот в том сутки один росток может погибнуть остальные останутся целыми ну мы чтоб не испытывать судьбу будем обрабатывать привык урэнерги это стопроцентная гарантия от того что вся ваша рассада будет чувствовать себя великолепно не будет корневой гнили не будет черной ножки это стопроцентная защита вот черные ножки так мы разводим вот я уже набрал 3 кубика это 3 миллилитра на 2 литра воды ну я здесь чуть больше взял мне будет где-то два с половиной литра и почвосмесь все надо идеально пролить и потом уже посадим сюда проросшие семена вот я пролил кассеты срок действия этого препарата 15 дней через 15 дней можно провести еще одну обработку потом обрабатываем когда высаживаем рассаду и на все растения будут сто процентов защищены от грибковых заболеваний от мучнистой росы от фитофторы от корневой гнили это препарат очень очень хороший ребята это профессиональный препарат единственный недостаток этого препарата его цена он довольно дорогой ну хотя можно покупать не не обязательно в литровой бутылке есть и расфасовка маленьких пакетиках по 100 грамм по 100 миллилитров 100 миллилитров мне кажется если у вас немного рассады вам вполне хватит вот уже подготовлены все кассеты они стоят в поддончиках у меня но зато у меня рассада сверх острых сортов перца ну что теперь только останется проросшие семена томатов посадить в ячейки начинаю высаживать проросшие семена я пользуюсь такой пруток у меня металлический я делаю им отверстия отверстия не должны быть глубокие делаем где-то глубиной один сантиметр и сажаем на семечко мы каждый год сажаем очень много томатов в этом году мы посадим 100 новых сортов томатов так что кто следит за нашими видео обзорами если все будет нормально в этом году ребята вас ждет видео обзор новых сортов томатов мы сажаем каждого сорта по три штучки один сорт второй третий четвертый и так в одну кассету от нас влазит с этой стороны 6 штук по три из этой стороны 12 сортов вот в одну атакую вот ребята кассету дальнейшем мы покажем вам как формировать кусты чем подкармливать а сейчас продолжаем дальше высаживать вот так выглядит наша рассада она же подросла и в кассетах кассета на 36 ячеек сейчас мы будем их пикировать готовим почер смесь для перевалки томатов я использую вот ведро 10 литровая торфа и ведро чернозема все это смешиваем увлажняем чтобы она была не сухим а влажным и начинаем пикировать томаты почва смесь от того она уже немножко увлажнена смотрите вот комок даже но так вот нажал он раз рассыпался будем пикировать вот такие вот кулечки это рукав они бывают рулона по 500 метров и по 1000 метров ширина рукава бывает разная до специальной паяльной станции у нас которые мы появились и сразу обрезаем получается такие вот кулечки мы набиваем эти кульки какая емкость я точно не знаю как бы хватает заливается кулечки и в эти кулечки мы будем пикировать томаты каждый кулечек потом ставится отдельно в ящик ящик где-то заходит в пределах 40 штук вот такие вот кульки сейчас мы наделаем кулечков я покажу как мы пикируем вот набили ящики вот такая вот у меня паяльная станция для пайки кульков вот рулон ширина ленты этой 80 миллиметров 8 сантиметров это был километр тысячу метров это четвертый сезон четыре года это мы уже напаяли даст как бы остаток ну еще хватит на может быть на два года так сейчас я покажу вам как это все паяется это я же приделал сам так рукой неудобно ну как-нибудь как-нибудь покажу это вставляется вот так вот одна сторона сразу запаяется вот край сейчас попробую так 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 вот регулировка здесь идет выставляете правда плохо видно так сейчас я покажу плохо фокусирует ну в общем время выставляете через окон будет выключаться так вот длина какая я делаю так вот беру до край дотяну все теперь берем нажимаем просто все выключилась вот резак одной рукой неудобно сейчас попробую как нибудь показать вам дотянуться рукой раз резачок все крючок отрезал и также следующий дотянули вставили прижали лезвие раз все отрезали и потом краешек вот этот вот заворачиваем немножко для того чтобы было удобно набивать почва смесь чтобы она не заворачивалась сейчас я заверну покажу вот я заверну краешек для того чтобы было удобно набивать почву роланы бывают разной ширины это 80 бывает 90 100 120 я не помню количество 200 на 200 миллиметров длина кулька соответственно можете делать какую угодно если вы пример занимаетесь розами можно будет делать еще длиннее первый раз я покупал рулон он был 70 70 к нам хотя и семидесятки вполне хватает так что очень-очень удобно очень быстро все это делается можно за полчаса в этом тысячу полторы тысячи таких вот кулечка напаять вот кассета выбиваем и таким вот крючком нажимаем и она выходит снизу в отверстие прижимается вытаскиваем берем кулечек все кулечка пронумерованы сорт примера 73 номер достаем таким вот маркером я делаю углубление вот она как раз по размеру ячейки может быть чуть чуть меньше вставляем примеру я поставил начал чуть чуть расширил отверстие рассаду я немножко подсушил чтобы легко выходила вот теперь по размеру вставляем корешок вставляем прижимаем все пересадили теперь у каждого кулечка обязательно обрезаем уголки это для того чтобы можно было поливать вот эти вот кульки не через верх а через поддон они будут стоять в ящике потом ящик погружается в воду и через вот эти вот отверстия влага поступает полностью смачивает почву теперь замачиваем ящик в воде так как уголки у нас обрезаны и вода набирается через низ до самого верха вот такая вот импровизированная тепличка для рассады у нас там вот стоят ящики с рассадой рассада перца рассада томатов такие вот дуги сейчас вам покажу вот стоит наша рассада вся здесь стоят томаты перец теплички 30 градусов сквознячок продувает потихонечку через пол месяца будем высаживать гранаты ящика и вот вот